Здравствуй, дорогой зритель! Посмотрим сегодня игру Кофе Нуар. Это будет такой обзор-анонс вместо моего обычного первого взгляда, потому что я начал писать первый взгляд, он получился очень затянутым, много всего читать, много всего переводить, но в целом игра ничего так, поэтому решил я сделать кратенький обзорчик, и если наберет он много просмотров, лайков, комментариев, то когда игра релизнится, сделаю я по ней полноценное прохождение. Вкратце, если то, это что-то похожее на For the People, тут тоже визуальная новелла плюс элементы стратегии, причем обещают нам стратегию про бизнес, прям про настоящий, потому что разработчики говорят, что приглашали они сюда в качестве консультантов, настоящих экономистов и настоящих академиков. Ну, я же не знаю, почему это академики, но в целом есть тут некоторые интересные бизнес-моменты. Значит, вкратце история. 2021 год, все фанатеют от кофе, наш герой это бывший детектив, который 10 лет назад уехал из Нео-Лондона, потому что его обвинили в убийстве, причем никого бы то ни было, а девушке, в которую он был влюблен, но она была жена другого чела. И сейчас он возвращается, потому что брат этого самого чела попросил его заняться расследованием исчезновения этого самого Ричарда Кирси. А вот он, кстати. И этот Ричард Кинси никто иной, как кофейный магнат. И вот первый кадр был о том, что весь мир сходит с ума по кофе с 1940-х годов и вот до текущего момента, до 21-го года. Катерина нам сейчас показана как раз, которая вызвала нашего героя в прошлый раз, 10 лет назад, помочь ей с некоторыми неприятностями. И, видите, закончилось все довольно печально. После этого он, собственно, отсюда и уехал. Так, и вот она, жена Кинси Ричарда, который и пропал. Не хочу читать всю историю, потому что долго будет. Я уже попробовал это сделать. Итак, значит, позвонил брат этого Ричарда, да, сказал, возвращайся в наш город, пожалуйста, помоги найти моего брата, и я тебе подготовил тут прикрытие. А прикрытие будет продажи кофеечков. Отсюда у нас и получается связь стратегии с детективной историей. Причем про детективную историю, про визуальную новеллу. Разработчики, опять же, говорят, что она навеяна произведениями Агаты Кристи. Значит, должно быть очень круто. Это сейчас показывает нам дочку Ричарда и Кэтрин. Кэтрин, которую завалили. Вот, она нам тоже будет немножко на старте помогать. И, в общем-то, вывод главного героя из общения с братом, с дочкой, со всеми подряд, что я вернулся в этот самый Нео Лондон, но второй раз я не облажаюсь уже так, и расследование того требует, я стану самым лучшим продавцом кофе. Это вот такая вот история, которая нам объясняет, почему вдруг мы занимаемся расследованием и одновременно занимаемся продажами кофе. По рисовке игра мне напомнила Плутокрасе, но по играх полчаса мне стало гораздо интереснее играть, чем в Плутокрасе. Я ожидал от Плутокрасе какого-то прям, какой-то экономики серьезной, да, и с каждым патчем жду-жду и не могу найти. Вот, а здесь экономика не такая, скажем, может быть и обширная, но присутствует. Вот, туториалы, не будем мы смотреть туториалы, будем мы смотреть, что вообще игра нам предлагает. Это наш офис, в котором мы будем заниматься экономикой, кофеечком. Тут же у нас доска нашего расследования, где мы будем собирать улики. Улики между собой надо связывать ниточками. Это было в Виза Революшн, когда нужно было определять улики. Это было еще в этой стратегии про шпионов-то в холодный Фантом, Фантом Проджект, нет, так называлось, не так, не помню, казалось. Там тоже ниточками надо было стягивать. Здесь тоже эти ниточки позволяют находить новые улики. Персонажи. У каждого персонажа есть история, у каждого персонажа есть какие-то свои черты. И это важно, потому что диалоги развернуты, и в диалогах есть выбор. И от этого выбора будет зависеть удача, неудача в диалоге. К этому еще позже вернусь тоже. Значит, есть еще вот такие вот связи от истории до того, куда нам двигаться дальше в нашем расследовании. Это только одна доска расследований. Вторая доска. Задачи наши. Что нам нужно сделать? Ну, два опциональных квеста заработать 60 штук или полмиллиона, да. Это для тех, кто больше любит экономику в стратегии, да. А для тех, кто хочет идти по сюжету, подписать контракт с Клорибель. Клорибель это как раз вот девушка эта. И найти зацепку. Значит, при чем тут контракт и Клорибель? Так как мы коп под прикрытием, и основная наша деятельность это как бы кофе, то чтобы нам взаимодействовать со всякими подозреваемыми, свидетелями и всеми прочими персонажами, мы везде должны приходить и толкать им кофе. И в процессе уже вот этого нашего кофе продаж мы будем узнавать какие-то детали, которые будут у нас вот туда попадать. Что еще у нас есть в офисе? В офисе у нас есть HR отдел, где мы можем нанимать разных своих работничков. Причем их четыре типа этих работничков. Project Manager. Дальше у нас есть Account Manager. Причем, смотрите, кто не понимает разницу между проектом и аккаунтом? Project Manager работает внутри организации и следит за тем, чтобы проект делались, делались проекты с сотрудниками. А Account Manager, он работает с клиентом. Поэтому Post Sale, это уже когда кому-то продали, это уже отдельно работает. И здесь, как в нормальном бизнесе, эти должности разделены. Причем у них у всех есть удовлетворение работы, они могут уйти, да, их надо мотивировать как-то. Их можно отправить на тренировки, чтобы они прокачивали свои скиллы. Есть показатель загрузки, то есть производство нужно планировать по-человечески, глядя и на свои ресурсы производственные, и на трудовые ресурсы свои тоже. Кроме этого, есть у нас по Due Diligence, но это, я так понимаю, продажник на самом деле. Хотя Due Diligence это все-таки сделки межбанковские. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но что-то не то. Что-то не то, но тем не менее, это мы же по продажам в игре. Так, и есть еще Production, ну, те самые производители, которые управляются вот этими Project Manager. Всех их можно мотивировать, можно отправлять туда-сюда и можно их набирать. Что с ними потом делается? Потом они распределяются вот по такому листу, который, кстати, тоже Plutocracy напоминает вот эти вот таблички, да. Здесь их надо ставить. Так, стойте, по этому. По продакшену кто у нас? Вот по продакшену эту сюда. Так, по PostSale он вот этого вон туда. Так, а что это не закрылось? А, пока нету, пока нету сделок, сюда никого не можем поставить. Здесь, видите, еще время загрузки редактируется. Кстати, тут вот пятый кружочек, может быть еще кто-то появится в дальнейшем. Хотя здесь только вот эти четыре персонажа, четыре класса работников. Ну, не знаю, может будет еще кто-то. Значит, мы их здесь распределяем по проектам. Проекты у нас какие? Жарко кофе. Какие у нас еще могут быть проекты? Мы же кофейня. Но мы не просто кофейня, мы не работаем в розницу, мы работаем B2B. То есть подпоставляем кофеек во всякие кофейни. Мини-кофейни, на самом деле. Мы такая фабрика, микро-мануфактура. Вот. Поэтому, чтобы нам вот этих людей тут распределять, у нас есть вот такой вот огромный... Я не знаю, как фигню назвать. В общем, такая фигня у нас огромная, которую мы все свое производство и выбираем. Что у нас тут интересно? Значит, здесь три бренда основных. Не знаю, будет ли их больше. Но, смотрите, стандарт написано, да? И вот он включен. Стандарт, значит, три на три. Девять, значит, разных, наверное, можно произвести, потому что переключить можно будет вот здесь и вот здесь. Тут мы ставим, сколько нам вообще произвести надо, задаем. И что интересно, то, что говорит здесь... Ну, он, кстати, пишет, поставьте на задачу кого-то там из людей. Но интересно здесь нет. Интересно здесь вот эта вот табличка производства. Интересно она тем, что здесь есть постоянные издержки и переменные издержки. То есть то, что действительно есть в бизнесе и в экономике. И я так сходу не вспомню ни одной экономической стратегии, где бы я это видел. Для тех, кто не в курсе, значит, постоянные издержки – это те, которые не меняются при увеличении производства. Вот они, фикс. То есть мы ставим, что мы ставим 20, что мы ставим 1. Фикс всегда одинаковый, полтораха. Это постоянные издержки. И переменные издержки. Они как раз меняются от объема производства. Ну, например, нужно больше людей, да, значит, увеличивается фонд оплаты труда. Растут вот эти вот издержки там. Нужно больше электричества потратить, если мы жарим там на электричестве. Значит, чем больше мы берем, тем больше у нас вот эти вот переменные издержки. И вывод из всего вот этого – средняя себестоимость, да, она падает. Потому что она реально падает на объеме производства. Чем больше вы производите, у вас постоянные не меняются, меняются только переменные. Но средняя цена всегда падает. То есть это действительно сделано, как это работает в экономике. И за это ребятам, конечно, респект. Разработчики, кстати, поляки. Может быть, поэтому мне было в моем первом взгляде так непросто все это переводить. И я бросил его и решил, что просто обзорчиком пробегусь, расскажу про игру. А потом уже, если понравится, она будет сидеть переводить. Ну, может быть, русские сделают на релизе. Может, повезет. Потому что так, в принципе, интересно. Что еще у нас тут есть в производстве? Мы можем увеличивать объемы производства за счет всяких упаковки, прожарки, миксеры, гриндеры. То есть все вот это можно покупать. И это будет нам больше объема давать. И мы можем здесь еще апгрейдить склад. Показано, сколько у нас на складе хранится. Ну и, соответственно, разные сорта. Сорта мы будем отгружать в зависимости от того, кому и что мы продали. Пока у нас самый только стандартный классический есть. Больше ничего. Ну, поэтому здесь никуда мы не можем залезть. Еще есть всяческие таблички. Ну, пока они не нарисованы. По которым можно отслеживать изменения наших производственных запасов. Там всех вот этих вещей. По капучино, по эспрессо. Это как раз вот два этих бренда. То есть чего, сколько потратили, сколько затратили денег, сколько в итоге заработали. Вот такое вот производство. В принципе, не сказать, что оно сложное, но оно правдивое. Поэтому это хорошо. Можно музыку поменять, кстати. Вот тут вот потыкать на Next Track и будет играть и другая музыка. Но в целом музыка в игре соответствует вот этому всему нуару, да. Который заявлен в названии, в отличие от Evil Democracy, да. Где игра про 1920 год, а фигарит какой-то транс в уши. Вот здесь с музыкой все хорошо. Так же, как и с рисовкой, в принципе. Что еще мы не посмотрели. Есть вот такая папочка с файлами. Здесь комиксы, которые... Вот этот комикс начальный был. Будут появляться следующие. Потому что когда будем идти по сюжету, новые истории, новые какие-то завитульки. Все это будет здесь подгружаться. И здесь есть еще вот пленка такая. Но она у меня за мои полчаса игры не открылась. Поэтому, ну, наверное, будут и видео вставки какие-то. Хотя, не знаю, не знаю, видео к игре к этой применимы или нет. Но, тем не менее, есть вот такой элемент. Финансы. Самое-то главное, да, в экономической стратегии. Значит, здесь у нас по неделям разблюдовка показывает доходы, расходы на сотрудников, на рекламу, на продукт на наш, да. На апгрейды, на все, на все, на все. Естественно, кредиты. Есть еще тут расходы на расследование. Бонусы нашим сотрудникам, да, на тренировку деньги, на обучение. Ну, и какие-то вот экстраординарные расходы. Не знаю, что это значит, но это есть. То есть, все, мы видим, куда у нас деньги уходят, откуда они приходят. Тут тоже всяческие графики будут рисоваться. То есть, можно будет отслеживать это все в динамике. Кредитные предложения. Ага, нам пока не дают их. Ну, не то, чтобы они нам были нужны, да. Но, тем не менее, кредиты есть, можно пользоваться. И остался у нас компьютер. Вот такой вот странной формы. А, кстати, нет, хендбук еще есть. В демке недоступен. Ну, не знаю, что за хендбук. Но, но нет. А, маркетинг, маркетинг забыл. В маркетинге тоже много всего. Куча вариантов. Смотрите. Все, 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 все. Ну, естественно, дороже. Все расходы по неделям. Но и охват больше. И можно рекламировать как один из ваших трех сортов. Собственно. Но в демке не работает все это тоже. Так. Ну, и компьютер. Компьютер. Значит, в компьютере у нас все данные по продажам. Количество продаж, да. То есть, тоже пока все по нолям. Потому что еще ничего нет. Здесь табличка. Цены за штуку. Подписано, отправлено, заработано. Ну, в общем-то, тоже все, что касается продаж, можно здесь тоже посмотреть. И список клиентов. А вот они, наши клиенты. Это Кларибель. Первый персонаж, который нас учит игре. Она нам сейчас еще много всего расскажет. И можно зайти сюда и посмотреть тоже информацию о ней. И вот тут тоже нужно все это читать дело. Потому что это будет важно при переговорах. А переговоры – это немалая часть игры. Это не просто диалоги какие-то. Это реальные продажи. Я в своей ферме заходе, в своем из четырех вариантов продажи, в правильный вариант попал с четвертого раза. Был бы это не туториал, я бы пролетел бы. Никто бы ничего не купил. Я прям удивился очень, учитывая, что продажами я занимаюсь более-менее регулярно. И сегодня даже тоже продавал кое-какие услуги свои. Но тем не менее, сегодня сделку сделал, а в игре не удалось. Ну, ладно. Значит, давайте смотрим, что еще. И здесь навстречу. То есть, здесь список клиентов со встречами, кому что нужно. Инфа про них и выход навстречу. В принципе, наверное, все. А, менюшка. В менюшке все те же самые элементы. Просто вот они прям рядышком тут. И можно еще вызвать туториал, если что-то позабылось. Но я думаю, что не нужно уже. Все. Ну и, соответственно, время. Закончить неделю, когда по всем походили, закончили ход. То есть, это по шагам все работает. Рисовка, кстати, смотрите. Тут есть анимация дымка. Есть анимация теней. То есть, вообще-то как прям нравится мне все это, как сделано. Но давайте, пойдемте навстречу. Диалоги. Большая часть игры, я подозреваю. Может быть, даже большая часть игры. То есть, там мы заготовили производство, запустили рекламу. И погнали общаться с этими, со всеми своими потенциальными клиентами. Так, вот это я все дело закрываю. Это нам не надо. Значит, диалоги. Есть просто поболтать, да. Но наша цель, это, конечно, кое-что продать. Ну, это просто сейчас стартует диалог. В общем, они разговаривают. Она рассказывает про то, что когда мать погибла, она там сильно переживала. Отец закопался в работу. И поэтому он отдал ее на воспитание каким-то своим друзьям. Ван. Как там их звали? Сейчас посмотрим, как их зовут. Отправляли ее еще к психологу. Но к психологу она в чем-то не пошла, потому что должны были с ней взрослые идти, а отец был занят. Ну и в итоге попала она к мистеру Ван Хевену. Вот. Вот мистер Ван Хевен будет нашим следующим потенциальным покупателем. То есть, из вот этих диалогов нам персонажи будут кого-то еще рекомендовать, кому можно пойти что-то подпродать. Ну и вот мы уже переходим к тренингу продаж. Я пропустил все диалоги. Все, что вот тут было сейчас показано, это тоже туториалы, в которых она рассказывает, как продавать, на что обращать внимание, как все это работает и так далее и тому подобное. Я нажал «Я уже все знаю», чтобы перейти уже непосредственно к переговорам и показать, как они работают. Значит, вот эта вот штука сбоку показывает, насколько потенциальный клиент готов к сделке. И мы начинаем со старта. Так, он говорит, что я готов, давай тренироваться. И выкатывает четыре варианта, как подкатить. А вот на этих четырех вариантах я с четвертого раза только выбрал правильный. Потому что комплимент, она сказала «Нет, не катит, не надо». Комплимент кофейни, она сказала «Нет, мне тоже все это не важно, мы как бы бизнес тут делаем». Ну и поэтому нужно сразу в бизнес и начинаем ей паривать. Хотя, смотрите, она говорит, это неплохо, но клиенты не всегда хотят сразу переходить в дела «Махты, зараза». В тот раз, когда я только зашел в игру, вот этот вариант прокатил. А видите, сейчас не прокатил. То есть сначала все равно нужно по-разному это делать. И, в общем-то, от того, как это делается, меняется вот этот вот параметр. И это первый персонаж, который нам готов все простить. А другие персонажи могут, как бы, послать нас лесом без подписания контракта. И вернуться к ним можно будет не раньше, чем на следующей неделе. Вот. И только тогда можно будет попытаться снова. А время-то идет. О, смотрите, 100%. Наконец-то. Опять, наконец-то, с третьей фразы всего. Не всего, а опять с третьей. В прошлый раз с четвертой. Не читаю, не перевожу. В общем, они там обсуждают пироги, пекарню, кофе и все прочее. Нам важно посмотреть. Так. Контракт сейчас нам покажут. Да, вот. И в итоге, если мы успешно провели диалог, выбрали нужные варианты, да, и получилось 100%, мы попадаем в такой вот контракт. Тут тоже еще нужно подумать. Потому что, видите, по дешману 280 фунтов – это плохой вариант. Мы так не заработаем. Поэтому надо поднять больше. Но при этом нужно смотреть еще и вот сюда, на условия контракта. 20 часов, 40 часов плюс 2 часов премиум сервиса мы еще можем потянуть, как бы. А вот так мы уже, в принципе, не осилим. Поэтому ставим поменьше. Вот так вот. Но, видите, опять-таки, тяжело. Тяжеловато будет нашему. Ну, вот нормальные условия. Идем в нормал, как бы, и пытаемся продать. Здесь у нас какие еще есть показатели качества, да, сколько недель мы будем поставлять кофе конкретно ей. Суммарный доход, суммарная прибыль, такс. Ну, и прочие, и прочие варианты касательно сделки. Делаем предложение. И если думаете, что это все, то нет, это не все. Она начинает торговаться. Она хочет 15% скидку. Я в первый раз пробовал ставить ценник пониже. Она хотела скидку поменьше. Но сейчас, видите, то есть есть тут даже и вот такая реиграбельность. Хотя, конечно, сюжет все равно будет один и тот же. Поэтому, может быть, реиграбельность и не такая уж тут на самом деле. И не такая уж. Но, но не знаю. Может быть, будут какие-то развилки в сюжетах. Это мне пока неизвестно. Ладно, давайте соглашаемся. Кстати говоря, можно не согласиться, видите. Можно согласиться сразу. Можно отказаться. А можно попытаться надавить на то, что у нас высокое качество. У нас качество невысокое, поэтому фиг ли тут выделываться. Поэтому давайте соглашаемся, чтобы закончить сделку. И идти дальше. Так, давай-давай, я согласен, да. Все, согласиться. То есть тут прямо с этими вот продажными диалогами, мне кажется, очень все круто. Я их сейчас все подряд не читаю, но они реально довольно детальные. И вот эти вот работы с возражениями, да, там, обоснование цены. Это реально все существует в настоящих человеческих продажах. Поэтому это может быть крайне интересно. Особенно на русском, конечно. Так, ну все, мы сторговались. Видите, уже 11% скидка. Она хотела 15%, мы тут начали ей порассказывать, что да у нас качество, да мы за можем еще кому-то продать. Естественно, мы никому не можем, она наш единственный клиент тут сейчас. Но, тем не менее, сбили мы с 15 до 11, и можно согласиться, а можно на самом деле еще и не согласиться. И тогда уйти, чтобы вернуться позже. Но мы сейчас, конечно, так делать не будем, нам не до выделываний. Так, все, я запомню это, говорит он. Все, Си Юсун, увидимся. И вот теперь еще на моменте подписания можно и еще раз отказаться. То есть, видите, мы можем подписать, потому что мы заряжали сколько? 540, сторговались на 480, и мы можем отказаться. Но сможем прийти только на следующую неделю еще раз с ней поторговаться. Но мы подпишемся, потому что что нам с ней выделываться? И так нормально получили. Я в первый раз по 300 с чем-то продавал. А, грузится, я думал, подвисло. Нет, грузится, вон справа внизу болталась чашечка. Все, контракт подписан. Мы заработали 7600, в течение 10 недель мы их получим. Открыта новая часть. Вот здесь вот. Вот он, второй, про семейный дом. Это то, что она рассказывала, как она жила, до того, как ее отдали к Ван Хелену этому, да? Да не появился он. Но чтобы он появился, нужно через... Вот здесь вот. Здесь всех персонажей сейчас достанем. Вот из одного диалога мы узнали про Ричарда, которого похитили, про Кэтрин, про жену его, в которую влюблен был Артур. И брат, который нас сейчас на это дело подтянул. Два неизвестных персонажа. Это похитители-убийца, которых нам еще предстоит найти. Здесь у нас ничего не добавилось. Но я думаю, что в целом понятно. Я и хотел посмотреть. Чуть не появляется опять второй мужик. А, ну, наверное, появится только после того, как закончится неделя. В общем-то, все, что в игре есть, я уже показал. Вот спрос клиента только появился. Видите, 16. До этого не было. А теперь появилась вот эта штука, чтобы нам понимать, сколько нам нужно производить под наших клиентов. Чтобы у нас не было затовариваний на складах. Не занималось вместо тем, что никто не покупает. Ну и в таком духе все. Пишите в комментарии, понравилась игра или нет. Если отзывы будут положительные на этот обзорчик. Да, кстати, напишите мне не по поводу обзорчика. Потому что я в таком формате раньше не делал. Мне интересно будет узнать лучше, чем мой обычный первый взгляд. Или, может быть, первый взгляд интереснее. Где все видится, как оно есть. Как распаковка. Ну, не знаю. В общем, пишите все, что касается видео. Все, что касается игры. Я все с удовольствием почитаю. Ну и, как я вначале сказал, если отзыв будет нормальный на этот обзор. То на релизе, ну, плюс-минус, я игру приобрету. И устрою по ней нормальное прохождение. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, если еще не сделал этого. Чтобы не пропустить всяческих других игр и стратегий. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok